Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Здоровье наше всего». Я ведущий Кирилл Корянский на Медиометрикс. В гостях у нас сегодня очень интересный человек. Я бы сказал, наверное, самый медийный атлет за всю историю культуризма и бодибилдинг России Андрей Скоровный. Андрюх, привет. И интернета, да? Ну, мне кажется, это правда. Не было еще такого, чтобы действительно билдер, его было много везде. Спасибо, спасибо. Еще и зарабатывал на этом, бизнес делал. Красавчик. Давай немножко о себе расскажешь, чуть-чуть совсем, вкратце, потому что у нас не все наши зрители тебя знают. У нас очень такая разная публика. Чуть-чуть совсем. Как ты пришел в спорт, в кач? В принципе, в спорте был всегда. Сам я с севера, Ямал-Нецкий округ. Там занимался и легкой атлетикой, и баскетболом, и немножко было единоборств. Закончил школу, поступил в Москву. И тут немножко такая произошла переоценка ценностей и так далее. И я понял, что что-то нужно во внешнем виде менять, потому что я был в маленьком поселке, и, грубо говоря, меня все знали. А тут я понял, что с одной стороны город большой, это большие возможности, к чему я и стремился всю жизнь, в принципе. Потому что меня очень давил этот маленький поселок и безвыходность, что нельзя никуда ничего предпринять. С одной стороны, меня это радовало, с другой стороны, я понял, что меня никто не замечает в этом большом городе, что нужно что-то предпринимать. Вот так вот я попал в тренажерный зал. Но дальше, как говорится, как понеслось. Видите, как на самом деле можно действительно из поселка выбраться, они не жалуются там на жизнь, и деревнями надо собраться просто. Ты знаешь, ты прав. И многие наверняка, ты тоже замечал, очень много у людей оправданий, да, каких-то там. Да вот, да мне возможности скоромного и так далее. Да, кстати, миф вот этот ходит, да, про богатых родителей. Да, можно поподробнее. У тебя действительно богатые родители, и ты мажорчик такой. Кирилл, ты не поверишь, это просто пшик. Просто я никогда это не комментировал, не считаю нужным, потому что люди, которые в это верят, в принципе, они все равно найдут до чего докопаться и найдут причину своему бездействию, да. Мама у меня учитель, папа строитель, собственно говоря, не рубля, то есть они там что-то насобирали на поступление в ВУЗ, к сожалению, я не прошел на бюджет, в московский ВУЗ. Ну, почему, ты, наверное, понимаешь, потому что тут все было схвачено уже до меня, вот, и в первый семестр они действительно мне оплатили каких-то там, я помню, по тем временам для них баснословная сумма там в 30 тысяч рублей, и они меня просто попросили, сын, ты хотел в Москву, мы тебя вывезли в Москву, да, но будь добр, учись на пятерке, потому что есть шанс перевестись на бюджет, и со второго курса я перевелся на бюджет, я учился на одни пятерки, чтобы не вытаскивать больше деньги с родительского кармана. Потому что я знаю, ты технар, ты технически закончил, да? Да, я автодорожный закончил, мне это нравилось, закончил практически с красным дипломом. Тоже действительно интересный, не как всеорговка там, или что-то, педагогически, спортивно не захотел. Ну что ты, у меня с отцом были конкретные планы, да, на жизнь, на дальнейшее становление там и так далее. То есть, все то, что касается там карьеры тренера там и так далее, меня в принципе не устраивало. То есть, это была у меня в студенческие годы подработка, потому что я уже там курсу так четвертому, пятому уже считал себя специалистом в этой области. И это, моих знаний, в принципе, хватало для того, чтобы обучать людей и преподавать тренером, и как-то зарабатывать себе на жизнь, на мои амбиции соревновательные. Вот. Но по окончанию института я понял, что все-таки я уже являюсь, как бы душа больше лежит к этому, да? То есть, я уже повыступал около там, по-моему, трех-четырех сезонов. И я понял, что мне это интересно. И, пожалуй, даже больше интересно, чем вот это техническое направление. Хотя, я безумно, мне это тоже нравилось. Все то, что связано с автомобилями, я и до сих пор фанат этого. Вот. Но я видел в этом направлении некую ограниченность. Да, это более там стабильность, да, это более какой-то, более внятный карьерный рост, да, и так далее. То есть, там, иди к дилеру работа, либо там в каким-то заведуй там. Ну, предел мечтания это может быть в каком-то там, допустим, Газпроме заведовать авто всеми делами. Это будет скучновато для тебя. Да, то есть, я как бы, я не отрицаю, что я человек в меру тщеславный, как и все спортсмены, да. И это тоже чушь, когда человек, знаешь, когда, да, он медийный, а я просто вот выступаю для себя. Нет, ни один спортсмен для себя не выступает. Для себя мы все тренируемся в зале. И ты тоже, и я. А на подиум мы выходим за аплодисменты. Все въем. Поэтому тут даже можно эту тему закрыть. Вот, поэтому, конечно, мне хотелось и какого-то признания, да, какой-то популярности и так далее. И я, собственно говоря, в этом направлении и начал работать. Интересно, что такое откровительное. Молодец, красавчик. Да, и ты знаешь, вот сейчас много споров о том, вот, и там, ну, для моей популярности, да, и для моих, там, скажем, востребованностей и так далее, бытует мнение, дескать, я мало повыступал. Ну, как, 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 как пример еще один раз ковырнуть. А вдруг вот здесь он, да, это самое, словинку даст, вот. И у меня на этот счет тоже определенные мысли. Я считаю, вот, бодибилдинг именно соревновательный. Вот у Басты вышел альбом, недавно не слушал. Ты не знаю. Нет, Басту слушаю, почему? Свежий, может быть, не слушал. Да, там есть песня «Рэп как шанс». Нет, ничего не слышал. Вот, то есть, типа, как шанс выбиться в люди, там, и так далее, да, 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 да. И вот, ты знаешь, вот я провожу параллель бодибилдингу. Вот для меня был бодибилдинг как шанс. Да, вот все, что сейчас у меня есть в жизни, это мне дал бодибилдинг, в том числе и характер, в том числе и круг общения, знакомств, связи, и пошло-поехало-поехало. Да, но не стоит забывать, что бодибилдинг сам, тем более соревновательный, это часть жизни. Это не вся жизнь. И тут уже, как говорится, каждый решает. Либо он с головой идет туда на всю жизнь, либо он что-то пытается сделать, как я. Друзья, у нас можно задавать в прямом эфире вопросы, вайбер, ватсап, телеграм. Телефон вы видите справа, в правом углу, еще раз напоминаю, не пишите в чат. Справа, в верхнем углу есть телефон, пишите туда, вайбер, ватсап. У нас один вопрос пришел, сейчас, наверное, с Андреем попробуем. Ну, это так, наверное, кто-то шутит. Интересная совместная тренировка с Кириллом, что Андрей думает по этому поводу. Кириллом, наверное, со мной, наверное. Легко, я всегда знаю. Это не проблема, я думаю, мы потренируемся. Андреев, вот хотелось бы немножко все-таки о твоем бизнесе. Очень интересно такое направление, достаточно свежее в России, здоровое питание. Вот расскажи поподробнее, что ты там делаешь? Свежее, но бум, конкретный бум, ты, наверное, заметил. Да, сейчас очень прям здоровая жизнь. Рынком, вот буквально на прошлой неделе мы изучали, рынком уже заинтересовались. То есть, его уже анализируют, подключаются аналитики и прогнозы на конец 2017 года объем рынка 20 миллиардов. То есть, ты понимаешь, что это уже ниша конкретная, сопоставимая со спортивным питанием. Если раньше было спортивное питание, более того, я тебе хочу сказать, мой близкий товарищ Антон, он мне предлагал лет 5 назад заняться этим. И я сказал, это полная чушь, люди не готовы к этому. И сам я к этому пришел вот полтора года назад, и я считаю, очень вовремя пришел. И даже немножко, может быть, где-то упустил. Потому что, особенно сейчас, когда идет активный интернет войны, погоня за клиентом, да, и все ставки ставятся на продвижение, на медиа и так далее. Вот я чувствую, вот здесь, может быть, я даже немножко опоздал. Ну, а вообще бизнес, ну, давай так скажем, есть бизнес, как заработать на спорте, там достаточно все просто. Да, становись популярным, грубо говоря, там развивай соцсети, инстаграм, ищи там рекламу и так далее. Заключай контракты со спортивным питанием, с одеждой, и тут все понятно. А это возможно в России? Потому что у нас все жалуются наши атлеты, что еще никого не предлагают, все плохо вообще. Только дают банку. Кирилл, это возможно, но до какого-то определенного уровня, ты понимаешь, что тебе никто не будет платить 2 миллиона в месяц. Ты должен тоже зарабатывать эти деньги. Ну, конечно. Что-то делать. И ты должен исходить из того, достаточно ли тебе это, да? Я был один из первых атлетов вообще в России, до меня только Лисуков имел. Ну, и мы не берем тот период, когда выступал Федоров еще, если ты помнишь, начало 2000-х. Конечно. У него был контракт, да. Но вот эти 2010 год и дальше, был контракт с фирмой спортивного питания только у меня и у Леши Лисукова. Все. И мы оба с ним поехали на FIBA. Это в Германии выставка большая, ты в курсе, знаешь? Вот. И тогда для многих, да и сейчас для многих атлетов это предел мечтаний, да? То есть иметь контракт, заключенный на бумажке, а не так, с Васей, он тебе сказал, я тебе банку пару банок спортпита дам. Ты там мне пропиарил там. Да. Нет, это контракт с международной фирмой и так далее. Но, когда я приехал на FIBA, вот тогда все и началось, вот я считаю. То есть ты там засветился? Я приехал, а? Ты засветился там себе, показал? Нет. Я к тебе вот о чем. Я приехал на FIBA и я смотрю все те боги, на которых я молился, там, Рони, Колем и так далее. Они все стоят на этих стендах, как я. Беспонтовые всякие стоят, отрабатывают трех. Это не беспонтовые, Кирилл, понимаешь? Каждому свое. Вот, допустим, тому же Колеманам и так далее, ребятам, атлетам, да? Им этого достаточно. Просто я тебе хочу сказать, каждому свое. Вот мне этого было недостаточно. У меня эта ситуация, она немножко, немножко угнетала, понимаешь? Потому что я общался с владельцами фирм, да, и такие ребятки, ну, что, молодцы, мы замутили тут фирму, у нас там оборот. Вот, пару ярдов в год. Ну, вот, мы скидываем немножко, вот, процентик у нас тут Рони Колеман, а тут у нас тот-то, тот-то. И я понимаю, что все те боги, на которых я молился, да, и вот, они, по сути, в бизнесе, они пешки, да? То есть, они, они радуются вот этому кусочку, который какой-то просто предприимчивый парень замутил какую-то фирму спортпитания, да? И он отрабатывает. Безумно богатые все. Нет, ну, пусть будут, у кого-то больше, у кого-то меньше. Я тебе говорю, в сам принцип. А что будет, если контракт завтра этот парень скажет, парни, расходимся, я, да, я вывожу бабки там и так далее. Тут сама ситуация, контролируешь ты или нет, ищешь ты дальше. Ладно, давай предположим, что ты завтра получаешь травму. Давай предположим, что ты завтра попадаешь в аварию. У тебя семья и так далее, что с этим контрактом и так далее. Тут вот в чем дело, понимаешь, в стабильности и так далее. Вот меня эта ситуация, она полностью, я понял, что нужно что-то еще предпринимать. Потому что верх в нашем спорте, в принципе, в силовых, это что? Это контракт с фирмой спортивного питания? Ну, дай бог там еще что-то, еще что-то. Единственное, что могу сказать, кто из молодых атлетов слушает, да, и так далее, никогда не стоит предпринимать попытки искать бабки на то, чтобы ты готовился к соревнованиям. Вот я этого никогда не делал, мне было тяжело, я первые сезоны отдавал, там, в долги залезал, но я никогда этого не делал. И сейчас многие атлеты не так же сидят глубоко, в же, вот, работают теми же тренерами и постоянно говорят, у нас нет денег, потому что немного энергии тратят на то, вот, найти бы дядьку хорошего такого депутата какого-нибудь, который бы пробошлял мне там выступление. Ну, е-мое, если ты тратишь на это уже время, ты уже, ты уже никак не строишь свою жизнь, ничего не предпринимаешь. Это расслабляет, в принципе. Я помню, я помню, когда я выступал, я думаю, блин, вот почему я не могу, как бы, ну, подойти даже к тому Лёше, Алексею Кирееву, да, я знаю, что он многих деньги давал на подготовку, ну, такой, ну, как бы. Я говорю, я про себя помню, почему я вот не могу подойти и не попросить, там, вот, проспонсируй мне подготовку, да, либо там, а это и правильно было, потому что это расслабляет, понимаешь, ты становишься, как, ну, как губастая, извини меня, тёлка в руках, а что, ты ему завтра надоешь, ты зависим от него, ты скажешь, там, неровное слово скажешь, ты, получается, ну, ты не мужик. Вот, на вот это не надо вестись вообще никогда. Вот, сам, всё, сам, 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 ну, и в итоге, значит, вот, и кому-то, может быть, вот этого будет достаточно, фирма, спортивное питание, д-д-д-д, можно делать, плюс сейчас хорошо, соцсети работают, инстаграм, параллельная реклама, я тебе скажу, 1500, там, 700, но если у тебя раскрученный инстаграм, в месяц можно зарабатывать. Если ты, там, приехал, тебе этого, там, на жизнь, ну, опять же, тут семья есть, нет, да, и так далее. Если тебе этого достаточно, можно тупо по соцсетям развиваться, как, ничего делать, вот, просто нужно какой-то нести месседж, ещё одно направление, допустим, семинары и так далее, но тут уже посложнее, вот, я всю СНГ проездил, вот, там, за три года, вот, все говорят, а чё скоромного там, ну, в наши опять этих хейтеры, да, а чё приглашают его, так придите на семинар, послушайте. Это же не просто так, как вот у нас есть персонажи, ну, что, давайте вопрос-ответ, что, что вас интересует, а как там, и народ уже сам вдумывает эти вопросы, а как ты, да, это легко, да, 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 понимаешь, никакого нет плана на семинар, да, никак, никакого нет монолога заинтересовать людей, я просто помню, как я начинал, я подготовился, там, помню, стопка у меня, там, вот, это стоп, гидролиз белка, там, да, 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 я смотрю, кто-то сидит, вообще ничего не понимает, да, потому что кто-то пришёл просто за мотивацией, там, на меня посмотреть живого, а кто-то это всё знает, ему это неинтересно, да, и вот тут нужно психологически как-то соблюдать вот эти, чтобы каждому было интересно, да, где-то шутку сказать, где-то завлечь чем-то, да, где-то должен быть диалог, и так далее, и так далее, то есть это тоже работа, вот, и на это тоже можно поставить ставку, это более интересно, вот, потому что тебя будет приглашать в школы, сейчас очень много школ коммерческих, да, ну, по окончанию которых выписывают, там, эти корочки тренировок, там, диетологов и так далее, да, если ты будешь специалист, это может тебя кормить всю жизнь, в принципе, вот, это как вариант развития от спорта, вот, другой вариант, это бизнес, конечно, но это совмещать, я скажу, это очень тяжело. Тебе вообще тяжело такую форму держать, и бизнес? Кирилл, реально тяжело, тяжело, вот, я понимаю, там, в инстаграме мне там пишут. Да вот уже на случай вопросов по этому поводу, кстати. Да, вот, когда вернёшься, там, и так далее, вот, я понимаю, что мне тяжело вырвать сейчас, вот, вот, период, я стараюсь это делать, да, я часто пропускаю, там, утренние кардио тренировки, потому что у меня уже какие-то встречи, да, на тренировке я понимаю, что нужно, может быть, где-то больше этому уделять внимание, тем более у нас, там, нужно на позирование, там, да, на массаж, да, какие там позирования, там, бывает, домой уже приходишь, там, в два ночи, вот, бумс, и всё, и тебя нет, то есть, реально совмещать тяжело, но интересно, но интересно, это не каждому. Это нереально вот так подготовиться очень хорошо, ну, так вот, вот, именно, понимаешь, что в последний раз, когда я, вот, понимаешь, то есть, я всегда это держу в руках. Люди, видишь, не понимают, когда Андрей боясь, когда Андрей боясь. Нет, надо с тобой дело это рассказать, они там пусть уже решают, да, то есть, не так всё просто, я, конечно, понимаю, что я поддерживаю уровень такого, я всегда показывал, я не люблю показывать какие-то проблемы, да, там, в соцсетях, там, и так далее. Ты всё время сухой, ты не заплываешь, я смотрю особо. Это всё-таки метаболизм? Да, суть не в этом, я тебе просто в подходе, да, покажу, я не люблю писать, о, ребят, это очень тяжело, да, 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 кто стремится к этому, это не тяжело, если тебе интересно, а если тебя за шкварник тянут, да, то, конечно, тебе будет это тяжело, когда ты устал, а тебе в зал, да, не, какой зал там, да, я тебе скажу, у меня сейчас в команде, что на кухне, там, что в другом направлении, там, бизнеса, сейчас уже все занимаются, понимаешь, и все следят за питанием. Почему? Потому что они, во-первых, подзаряжаются, видят, и самое главное, это тебя, вот, что касается соблюдения питания, это тебя подстёгивает конкретно твой распорядок дня, ты знаешь, у тебя вот-вот-вот-вот-вот, вот, у меня очень хороший вот партнёр по одним делам, там, банковским, он был дядька, 35 лет, там, что-то 37, пузико такой типичный, вот, ел там один-два раза в день, вот, и мы с ним начали одно время плотно сотрудничать, потому что там по открытию ОАО и так далее он консультировал, вот, и он говорит, блин, да как-то ты постоянно ешь, говорит, сколько энергии на это тратишь, да, и когда мы там вечером разъезжаемся, я говорю, я в зал, да ладно, ты в зал, да ты чё, я труп там, я спать, в итоге, я ему пишу, как питаться, он, кстати, стал, ну, опять-таки, клиентом моего сервиса, да, вот, начал питаться от нашей кухни, начал заниматься, и он говорит, Андрюха, ты не поверишь, я за этот месяц, говорит, сделал, делал столько, сколько за полгода не делал, потому что настолько меня это взбудоражило, говорит, настолько, да, он проснулся, то есть у него, вот, и я так же стараюсь, я стараюсь просто скорость жизни не сбавлять, я понимаю, что можно расслабиться, вот, я даже, вот, на отдыхе был, да, вот, у меня вся семья там отдыхает, я вывез на неделю, я понимаю, что на второй, третий день, вот, скорость падает, скорость падает, и меня это уже не нужно. Ты занимаешься там на отдыхе, тренируешься? Нет, ну, отдых, он на то и отдых, чтобы отдохнуть. Вообще ничего делать? Нет, ну, я тренируюсь, стараюсь тренироваться каждый день, пока я, вот. На отдыхе даёшься слабинку чуть-чуть. Да, ну, это не слабинка, это плановый отдых, когда-то... Это даже ещё восстановление организма, то есть это в плюс только идёт, да? Конечно, конечно, да, и фруктиков поесть, там, и витаминок, да, то есть... А плавать, покупаться, там, позагорать. Да, отдых, я считаю, он на то и отдых. Но всё-таки активно ведь это, гуляешь, ходишь или валяешься к морщу. Ну, ты знаешь, мы гуляем, ну, то есть с малышкой-то особо ты не полежишь. Ну, да, вкусно. Ей же надо всё показать, всё рассказать, вот. И она такой, ну, вообще, я любитель полежать, то есть я за пассивный. Вот, у меня супруга, вот это гидроцикл, барацикл, вот тут мы полетим, тут параплан, тут ещё что-то. Вот я... Потому что она у тебя молодец, я видел книгу, она выпустила. Да, да, милочка. Вот это очень... Мне кажется, очень много будет желающих почитать её, посмотреть. А уже по всем фронтам обрываем. Ну, связано, что после родов как восстановиться, да, мамочка там писала книгу. Наверное, и ты знаешь, меня её целеустремлённость, она тоже поражает, и в какой-то степени она и мне не даёт расслабляться. Надо тебе заказать своей супруге, прикупить книжку. Подарю. Подарят. Молодец. Занимается, да? Поддержит её. С супруга? Да, 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 конечно. Ну, то есть, она вот настолько мы тоже важны семье, да, вот эти все... Поддержка. Вот этот образ тоже качка, вот этого пахаря трахали, извините, я не знаю, в прямом эфире можно говорить, да? Вы рассказал. Это полная чушь. Это полная чушь, если у тебя какие-то большие цели на жизнь. Потому что ты на это тратишь кучу энергии, на какие-то вот эти встречи там и так далее, выбери одну, будь в ней уверен, и всё, и растите вместе, и тогда всё получится. Ты достаточно рано женился, я знаю. Ну, вот... По нынешним временам это рановат, ранний, ранний папа. То есть, сразу так, да, решили? Ну, ты знаешь... Нет, мы сначала встречались вообще, то есть, сначала, изначально это был друг, хороший друг. То есть, вы давно знакомы? Да, мы давно знакомы там, вот, познакомились. Сейчас можно просто карьера, там, всё это оттянуть максимально. Сейчас не все понимают ценность семьи, там, дети. Вот это большая проблема, кстати. Это, ты знаешь, это тоже, не знаю, с запада идёт, вот, разрушение, да? Ну, как сейчас принято считать, либо это просто разложение общества, ввиду, там, вот, опять-таки, потери, там, религии, там, да, и так далее. Но институт семьи – это основа вообще, основа общества, вот. И то, что сейчас творится, это, конечно, ужасно. Многие просто не понимают. Многие, ну, вот это, там, рекорды разводов по России, да, и так далее. Я не знаю, мы с тобой уже очень далеко зашли, вот, уже к разводам. Нет, к чему интересна тема, на самом деле. Да, но на самом деле это, это, это ужасно, потому что разводится-то в основном не потому, что ужасно, а потому что, а можно всех посмотреть, да, как говорится. Вот тут не устроил в чём-то, человек даже не предпринимает, там, попыток как-то, что-то, да, нет взаимоуважения. Уважения, да, нет определённых, вот, основоположных, фундаментальных понятий в семье. Чуть что нет, нет уважения, всё, следующего можно посмотреть. Вот, и вот, и, а так вся жизнь проходит. Вот удивительно, просто ты, как бы, такой, можно сказать, медийный человек, ещё и билдер, и бизнесмен. Обычно по-другому жизнь складывается таких людей, но это очень приятно на самом деле, что ты такой семейный. Да, опять-таки, медийный, вот, что касается медийности, да, вот, 90 процентов, вот, та медийность, это вот те 10 процентов, на что я согласился. Вот, допустим, к тебе в студию мне приятно прийти, а весь основной шланг. Те, вы говорили перед эфиром, да, вообще. Да, то есть, я отметаю, то есть, тут опять, медийность, медийность и рознь. Можно быть очень популярным, у нас есть такие ребята и в нашем направлении, но следят за ними. Как-то вот относится к этим скандалам, ко всем, которые сейчас могут на них выезжать. Кирилл, Кирилл, как я могу к ним относиться, если вся моя деятельность, она, в принципе, направлена на то, чтобы как-то поднять лицо бодибилдера вообще в обществе, да, и как я могу смотреть, то есть, это реально, ну, удар мне, вот, лично под, вот, дыр. То, что сейчас творится, скажи, мне очень приятно наблюдать на самом деле. Да, вот, и я закончу мысль, что можно-то быть популярным, только популярность, она разная, подход, понимаешь? Вот, кто-то на тебя смотрит, как на клоуна, и приятно наблюдать, как ты там, что-то там, как ты смотюкнулся и так далее, да, а кто-то по-другому, вот. Слушай, вопросов накопилось. Давай, давай. Давай, если мы на все, конечно, не ответим, что-нибудь сейчас интересное посмотрим, одно из самых интересных. Ну, мне кажется, тоже неплохой вопрос, что связывает Андрея с АСМ Витязь и собирает ли он там выступать по жиму, может быть, или по паролитику, часто там тебя видят, ты появляешься, я знаю, там, друг как-то, одного выводишь, поддерживаешь периодически. То есть, в лифтинге ты не хотел бы поучаствовать, я так понимаю, вот вопрос, наверное, был так задан. Ну, вообще, с АСМ Витязь, как и вообще, ты знаешь, с любыми организациями, это не только паролифтинга касается, просто ребята, видать, увидели, да, твоей направленности. Я за общение, я за продвижение вперед, понимаешь? То есть, если люди делают хорошее дело, вот, я познакомился вот с президентом, вице-президентами, движемся вперед, отлично, давайте делать это вместе, вот и все. То есть, взаимоподдержка и только так. Что касается пауэрлифтинга, ну, я и вот товарищу своему близкому помогал, Рустаму, да, вот, привет ему, если слушает. Вот, и я сам, вот, у меня выступить, понимаешь, мне бы тут в бодибилдинге выступить. Разобраться бы, да? Да, 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 а потом уже на пауэрлифте. Мне это все интересно, я тебе донесу мысль, что я никогда не разделял силовые виды спорта, я это вот на закрытии последнего соревнования в Витязи, да, я рассказал. Я считаю, что мы вместе большая железная семья, и так и вместе нужно идти вперед, вот, а вот это, а, ты качок, а ты там, у тебя ноги бритые, да, там, а ты там, а ты вечно залитой, но это, это, это между, это не масштабность, понимаешь. Вот, если ты тратишь энергию и время на вот здесь у себя разбираться, это то же самое относится и ко всем тем качкам, которые вроде как знали, когда я выступал, и где я сейчас, и какого он там, а что, почему он не здесь, почему он не выступает. Вот, чем больше люди тратят вот на вот эти междоусобицы, тем меньше шансов и времени у них остается на движение вперед. Это вопрос тоже интересный по поводу твоей программы. С кем и когда, в ближайшее время, выйдет программа «Тело-время». «Тело-время». Заждались зрители. Да, Кирилл, ты, если заметил, я сейчас вот просто поднял планку «Тело-время» до определенного уровня, да, вот, зарубежные у меня ребята приезжали, да, вот, и «Мистер Олимпия», и вообще идолы такие, да, и «Флексвиллер», и «Керилл Леврон». Я понял, что мне лучше, я буду, да, я не буду, то есть, мне помню, все советовали, там, ютуберы, так скажем, да, нет, тебе надо, чтобы ты поддерживал рейтинг, тебе надо и раз в неделю по-любому выпускать ролик, вот, но смысл теряется. Качество решается. Конечно, да. Не количество. Нет, я на ютуб ставку не ставлю, потому что меня вообще обижает, меня где-то уже представляли так, и блогер Андрей Скоронов. Я думаю, да какой я блогер, да, я автор просто вот своей передачи, все, так как она не выходит на телевизоре, она выходит в интернете, в ютубе, вот, я не ставлю цель рейтингов, я не ставлю цель аудитории, да, если бы я ставил цель рейтингов, я приглашал бы людей, вот, которых мы с тобой обсуждали, которых смотрят, только смотрят не потому, что они что-то из себя представляют, в положительном плане. Скандалы смотрят. А, скандалы, да. Грязь всякую. Да, вот, я решил, вот, это точно не будет, то есть, человека я приглашаю прежде всего, который интересен мне, вот, и которого уважаю я. У меня много было в передаче гостей, которых с точки зрения медийности вообще не знают, да, вот, но мне они интересны, и я приглашал. Кто-то это понимает, кто-то нет, поэтому в сроки я никакие не ставлю, но по определенным людям уже идет договоренность, по интересным. И думаю, что не так, недолго придется ждать новый выпуск. Хорошо. Ну, подождите. Андрей обещает, что будет очень интересно, поэтому, я думаю, есть смысл подождать. Вопрос. Почему в черном сегодня? Что за выбор, что за стиль сегодня? Не знаю, не знаю. Немножко вот сегодня с утра похолодало, и дождик на улице как-то пасмурно, и по-осеннему я решил так это самое. Да нет, на самом деле, стране хорошее, у него не переживайте, все в порядке, потому что в черном это просто такой одежды сегодня не решил подобрать, я думаю. Все отлично. Вот есть какие-то интересные, смешные истории, может, из жизни качка, в кавычках, их же много обычно бывает. Из жизни качка, да ты знаешь, вообще вот с точки зрения, да, кстати, вот интересная тема, с точки зрения, вот ты говоришь, тяжело ли поддерживать, да, вообще. Вот мне не тяжело, мне кайф там и так далее, но вот я хочу рассказать, я ехал на передачу, я думаю, да, я расскажу, вот бизнес и качок, да, как это вообще? Особенно, ну ладно, там, касаемо кухни, да, про кухню, кстати, мы мало что-то поговорили. Да, что говорим. Вот, а что касается каких-то взаимодействий с банкирами там и так далее, это настолько, вот я настолько кайфую, что я качок, почему, я объясню. Потому что если ты качок в лице всех ребят, вот таких ушлых, которых разводят и ребят, понимаешь, качок это дурачок, вот. И ты сразу, вот всегда лучше быть в роли дурака и такой посидеть, да, да, схавать всю ту информацию, что они говорят, понимаешь. Когда тебя недооценивают и когда тебя воспринимают за дурака, это всегда хорошо. Да, он своё сказал слово, он уже, как бы, в своей карте показал, он сказал свои условия, и ты потом уже начнёшь. А вот так, вот так, вот так, вот так, и потом люди, оп. То есть, это вот в определённых делах, вот особенно вот по деловым, да, каким-то встречам, это плюс, это плюс. Всегда лучше быть в шкуре дурака, чем более умного, чем ты кажешься. А нет, сейчас посмотрим. Вопросов очень много нас, извините, мы, наверное, на все не ответим, я не ожидал, конечно, что столько будет вопросов. Всё-таки про кухню, а то время закончится, мы так и не обсудим. Очень интересная тема. Про кухню, да, очень интересная тема, но когда мы начинали, конечно, розовые очки были. Потому что давай сделаем вкусно, давай сделаем полезно и будем это всё продавать. О, давай, а на самом-то деле не так всё. На самом деле, три кита, три больших кита, и если один из них где-то ты упускаешь, всё, ты бизнес упускаешь. Это технология, само производство, да. Это логистика. Вот в логистике очень много вот загвоздок и проблем, потому что всё это довести, всё это довести вовремя. Потому что у нас есть заказы как на неделю, вот человек заказывает, да, так и разовая просто доставка, вот как пицца. Да, то есть мы по всем направлениям работаем. Технология. Мы здесь съели, то есть всё то время, которое мы упустили на медиа, как я считаю, да, потому что сейчас очень много вообще вот по инстаграму, наверняка ребята все видели. Мы потратили на технологию, то есть мы реально пригласили специалистов, которые, главные технологии в азбуке вкуса, у Новикова и так далее, для того, чтобы наладить весь этот процесс. И у нас отказников вообще нет, практически нет. Все, кто приходят от конкурентов к нам, у нас же и остаются. А те, кто сейчас берут рекламы, ребята там и так далее, я встречался с амбициозными ребятами, я говорю, у вас вообще как отказников есть? Да дофига. Я говорю, а чем вы берёте? Ну, просто вот, в следующий раз закажите, будет лучше. То есть технология, то есть у меня подход такой, качество победит в итоге, как бы и сделает своё. Потому что это бизнес такой, человек попробует раз, ну поест он 2-3 дня, если это нестабильно, невкусно и не так приготовлено, он всё равно откажется, он всё равно уйдёт к конкурентам. Вот, и мы вот столкнулись с этой проблемой, потому что, во-первых, надо приготовить, во-вторых, довести. А ты понимаешь, да, что рис нужен там, это немножко не доварить, чтобы он когда доехал, он был уже готовый в упаковке. Что правильно надо запаковать, что где-то нужно, наоборот, там соблюдать температуру, режим и так далее. Очень много подводных моментов. Вот такое вот интересное... А блюдо, чуть-чуть поподробнее. Какие, мы говорим, говорим, а что входит в меню ваше, скажем? Более 500 блюд. Оно меняется? Более 500 блюд, постоянно идёт обновление сейчас. То есть на неделю есть какое-то, может быть, да? Конечно, если человек заказывает на неделю, он может, ну, во-первых, он может каждый день по-разному питаться. Во-вторых, он может сам... Потому что там такие же вкуснежки, типа, но низкокалорийные, да? Без сахара. Ну, ты говоришь сейчас про десерты. Мы вообще говорим сейчас про обычную еду. Многие же тяжело переходить там на прорезь сразу. Во-первых, в чём вообще фишка сервиса моего лично? Это качество. Здоровое питание непосредственно. Это здоровое питание и это качество. Потому что вот я столкнулся с тем, когда вот, допустим, времени нет приготовить. Вроде как и монета уже что-то появилось на кармане. А заказать негде. Просто. Потому что везде идёт экономия на товаре. Везде идёт вот два пункта, на которых все делают деньги. Это экономия на сырье на самом. И второе, это максимальный вкус. И это глюл томаты натрия и поехала-поехала. То есть там очень много других моментов, усилителей вкуса и так далее. Вот этого всего шлака я хотел убрать. Но это же дороже себестоимость получается. Нет, это как раз таки дешевле. Когда есть дерьма, тебе делают очень вкусно. В твоём случае получается же дороже. Конечно, конечно. А сами блюда, они же тоже получаются дороже. Да, да. Где-то мы проиграем, где-то цена может быть повышей. Люди всё равно понимают и комплиментают. Конечно. Потому что ты сразу донести до человека, что это всё-таки полезно. Слушай, кто попробует, я тебе объясняю. Кто пробует у нас, у нас же и остаётся. Потому что если ты заказываешь, это можно на диете на любой. Если ты закажешь как лето куриное, понимаешь, или из говядины, ты понимаешь, что это чистая говядина без всяких там… Уже по вкусу даже понимаешь. Да, конечно. И это я сам хотел, ты понимаешь. То есть, мне это… Прежде всего, это сервис я делал для себя. Чтобы я там не думал, сколько там они перемешали с жиром. То есть, питаешься сам на своей кухнечке. Ну, конечно. А ты думал, как? Конечно. То есть, в основном кухня и питаюсь. У меня сейчас с собой лотки в машине. Вот. То есть, сделать качество, чтобы это было вкусно. По ассортименту блюд. Сейчас у нас работает целый отдел. Все это мы начинали сами на коленке. Сейчас уже отдел работает. Более 500 блюд. Постоянное обновление. Что касается десертов. Да. Это определенное такое интересное направление. Особенно, когда идет уже дегустация. То есть, интересно. То есть, там и блинчики, и панакоты, и какие-то запеканки. И все-все-все. Это все протеиновое. Это все безуглеводное. Это все очень вкусно. У нас здесь даже достаточно красиво. Торт. Торт я видел. Достаточно. Это смотрится очень красиво. Можно, грубо говоря, обмолоть мозг. Съесть вот эту вкусняшку, десерт. Вот я привозил своим родителям. Я помню, на какой-то праздник, то ли 8 марта, торт. И там сразу мама, вот, мне же маленький кусочек. Я говорю, кушайте. А чем, и то есть, мои родители кушали, они говорят, а чем он отличается от обычного торта. И только потом я объясняю, что коржи, да, это из цельнозернового, там, из отрубей, да, из цельнозерновой муки. Что вот этот крем, это не крем, да, что это взбитый 0% творог. И пошло-поехало, что тут нет вообще сахара, да. И выясняется, что принципиально по белкам, жарам, углеводам принципиально другой продукт. А смотрится и по вкусу так же. Обалдеть, ну где, где, скажи, где твой сайт, где людям посмотреть. Давай, давай, реклама пошла. mfkitchen.ru, да, у нас и сайт, и самое главное, то, что нас отличает от конкурентов, это приложение. Ну, или проще найти Андрея Скоромна, я думаю, забить в интернете. Да, mfkitchen.ru, да, все равно у тебя выйдут. Кроме того, у нас бесплатно для всех клиентов работает отдел с диетологами. Это сам я их всех тестирую, принимаю на работу. Которые тебя постоянно ведут, которым ты можешь написать 2-4 часа в сутки. И у нас обязательно индивидуальный подход. То есть, человек сказал, вот, нет тут треска, ну, не люблю я треску. Я там вешу сколько хочу, это, это. Все, да. То есть, ты говоришь, цель, да, вот, вообще, мы же сначала это как делали? Мы делали, ориентировались на спортсменов, на качков, думали, так, потому что это ближе было. А мы поняли, что нет. Что в основном-то берут там девчата и так далее, те, которые не хотят уделять этому вниманию. И в форме быть, соответственно. И в форме быть, да. То есть, она просто там говорит, вот, я так, так, хочу выглядеть так, через столько-то, столько-то. Все, можно меня не трогать, да? Да, приезжайте, кормите меня вкусно. И все, она уже просто присылает отчеты и так далее. Вот. И вот эта поддержка диетологов, я уже тоже, у нас диетологи, они знают о клиентах уже все. Кто-то там развелся, кто женился. То есть, настолько уже идет постоянная тесная работа. Вот. И приезжают на кухню клиенты и дарят им подарки и так далее. То есть, вот мы за человеческий подход такой. Очень интересно, да. Надо посмотреть, что за кухню такая. Интересно, интересно. Я бы не хотел, вот кто смотрит и кто может быть пробовал, я бы не хотел, чтобы вы равняли весь рынок под одну гребенку. Потому что сейчас реальный бум. Конкуренция, ну, то есть, каждый день возникают подобные фирмы. Но где-то, грубо говоря, кусок камни какие-то в пакете, да, привозят. А где-то совсем другой сервис, совсем другой вкус. То есть, пробуйте, анализируйте под одну гребенку ни в коем случае не нужно. Конец, значит, сейчас все задумываются о питании здоровом. Есть варианты про питание питания. Ну, да, то есть, в Америке, то есть, и даже Европа сейчас подтягивается. Очень это развито, вот, все берут, заказывают, ну, это удобно. Мы к этому пришли, к этому созрели. Да, слава богу. Поэтому будем идти. Интересный вопрос. С Арнольдом общался? Кто написал? С Арнольдом, увы. С Арнольдом пока, увы, но... Все еще впереди, да. Да, дай бог иметь на здоровье. Ну, я думаю, да, это такая цель. Не самое главное в жизни Андрея. Общаться с Арнольдом. Анекдот. Да. Анекдот просят. Анекдот. Знаешь анекдоты, любишь анекдоты. Ты знаешь, неплохо, вообще анекдоты люблю, да. Люблю анекдоты, но ты, Кирилл. Знаешь, когда ты говоришь, скажи, что это смешно, это сразу в ступор. Давай следующий вопрос, а я подам, может, анекдотом. Хорошо. Но тут чаще всего, конечно, вопросы задают про, наверное, все-таки, когда выступишь, мы уже про это ответили. Когда будешь выступать, осенью, он спрашивает. Ну, он сказал, ну, как пойдет. Сейчас не до этого. Осень. Я сейчас начал, чуть-чуть, давай, про текущую форму, да, расскажи. Форма достаточно интересная. Сейчас все уже наблюдали твои фотки последние. Да, да, да. С отдыха. Глубина мышц поражает. Да, я начал урезать углеводы. И все думают, что-то здесь не то. Вот, начал урезать углеводы. Это тоже своего рода эксперимент. Потому что... То есть ты не готовишься так, пробуешь что-то форму сделать. Тогда, когда я активно вообще влился в дела, так скажем, и семинарская деятельность, я боялся урезать углеводы. Посыпься брался? Да, конечно. Потому что я понял, ну, активность жизни очень возросла. То есть сгорает больше? Сгорает конкретно, да. То есть я, в принципе, там отекший, понятное дело, был, да, там щечки есть. Но жира-то нет, а? Может быть, недосыпь все-таки сказывается. Сует-а вот это? Нет, в том числе. Я тебе просто говорю о том, что я боялся урезать углеводы. Потому что там любой перелет и так далее, где-то ты не доел норму углеводов. Вот. Сразу там минус кило, два-три, то есть по прилету и так далее. Меня эта ситуация, конечно, не нравилась. Вот. Но, опять-таки, вот в кувейте я был и так далее. Вот посмотрел на ребят, которые постоянно в форме, круглогодично. Они меня в какой-то степени замотивировали, потому что они более презентабельны. То есть я понимал, да, вот здесь у меня хорошо, но, так скажем, в форме, вот я не могу там на семинаре, да, некоторым там просят, там, а покажи форму там, или где-то приглашают с гостевым позированием. Я понимаю, я говорю, у меня межсезон, а потом я понимаю, что у меня межсезон-то уже на два года затянулся, на два с половиной, да. То есть здесь я выпускаю, в принципе, вот, почему я не могу, то есть достойную форму свою, да, показать. Ее просто нужно в более-менее людский вид привести. Я начал, вот, с февраля урезать углеводы, но очень постепенно. И очень постепенно добавлять кардио, и я заметил, да, что мне это на энергию жизненную не особо сказывается. И так потихонечку, потихонечку, вот, пришел в более-менее сухой вид. Вот, но что касается соревнований, я понимаю, тут нужно уделять еще позированию обязательно много внимания, на которого не всегда есть время, далеко не всегда, потому что это тоже тяжело. Больше внимания к кардио, там, и так далее. Я понимаю, что можно, в принципе, и так подготовиться, но стоит ли оно того, после такого перерыва, когда все ждут моего возвращения, да. И ждут же хорошего возвращения. Да, ждут же хорошего возвращения. И тут нужно, опять-таки, подумать хорошенечко. Выйти красиво. Вот, я могу сказать, что есть периоды, сейчас я уже могу себе позволить, когда я, в принципе, могу больше этому вниманию уделить. Но пока я вот не говорю, что это осень, точно не говорю, потому что осень, опять-таки, у меня уже вся расписана, да, там, по поездкам международным и так далее. Вот. Посмотрим. Посмотрим. Дорогие друзья, время наше, к сожалению, подошло к концу. Мы, как всегда, не успели много что обсудить, но я думаю, что мы с Андреем увидимся, что-нибудь с ним обязательно расскажем. Много вопросов было, спасибо вам. Андрей, пару слов буквально, у нас там минута осталась. Напутствие, может, какие-то молодежи, людям, которые за собой не следят, ни за питанием, ни за физкультурой. Ну, что хочется сказать. Во-первых, всегда оставайтесь в роли ученика, а не учителя. Всегда старайтесь что-то новое узнать, привнести в свою жизнь. А второе, берите направление, которое нравится, и вперед по нему. Потому что все то, что не нравится, и все то, что ты чувствуешь, что ты идешь, это вот касается работы и так далее, что ты чувствуешь, что это не твое, сразу бросайте. Мой совет лично, потому что априори больших высот в этом не добьетесь уже. Потому что ваше нутро вам говорит, что нет. Спасибо, Андрей, очень приятный собеседник, очень интересный человек. Будьте здоровы. Продолжение следует...